Запись в дневнике, я опять теряю ум. Я тебе сейчас дам дневник тут везти, а ну-с быстро за работу! Ой. Хей, привет мои, с вами я. После последнего ролика многие из вас начали написывать и умолять доделать уже ролики про Ведьмака, ибо такими темпами со всей этой тематикой старых игр я совсем забью на алкоголика из Гиви. Вообще, я не думал, что многим так зашел данный сериал, потому что как бы по рейтингам Сирик не особо взлетел. И, конечно, тут виноват я, совсем уж растянул, и это уже девятый ролик. Однако, несмотря на это, призывы с просьбами вернуть сериал лились под всеми последними роликами, и поэтому я подумал, нам второй светлячок не нужен в предыдущих сериях. Мы узнали, что Ада негодяйка и союзник Саламандр, а принцесса, в свою очередь, узнала, что мы в курсе ее грязных делишек, и поэтому решила нас убить. Благо, Трис Альпенгольд сотворила чудо магическое и отправила нас в далекие селянские края. Глава четвертая. Прежде чем я продолжу рассказ, стоит поведать про один момент касательно данной главы. Разрабы таки забили на масштабы визимы, и решили снова вернуться к ламповым камерным локациям а-ля предместья. Лично мне такой подход очень по душе, потому что под конец предыдущей главы меня город уже душить начал. И кстати, поэтому она не особо длинная по кронометражу, и весь мой рассказ уместится в один ролик. Тут нет каких-либо сюжетных многоходовочек, поэтому можно сказать, что в данной главе мы морально отдыхаем. Меня зовут Скала. Зловещая имечка. Глава начинается с того, что мы становимся свидетелями лавкрафтовского исчезающего морского царства. Портал выпукивает алкоголика, но местным на это как-то пофиг. Дабы сразу игрока вести в курс дела, нам навязывают диалог со смышленой тяночкой, которая типа все знает. Ты выпал из той странной дурки в небе. Какая умная девочка. Я знаю все на свете. Ну спроси меня что-нибудь. Ты знаешь, кто я? Ты дед. У тебя белые волосы, как у стариков. Ты некрасивый. Ну ты мне нравишься. Мдаааа... Вот так и же... Ой, та-та-та-та-та-та-та-та. Так что это? Спонсором этого видео является бельё Икс Шитс. После напряжённого дня геймерам нужен отдых. Представляем Икс Шитс. Единственное постельное бельё для геймеров. Максимально яркая ночная подсветка. Перезаряди свой цирк... Вы думали это рекламы белья, а это был я. Рейд Шадоу Леджендс. Рейд это бесплатное, но при этом максимально великолепное пошаговое коллекционное РПГ в нашем любимом стиле тёмного фэнтези, в которые вы можете играть как на мобилке, так и на ПК. Также для поклонников игры у меня есть прекрасная новость. Ежедневные награды за посещение увеличены с 90 до 180 дней. Каждый новый день вы можете получать бесплатные награды. От пополнения энергии, серебра и драгоценных камней, до осколков с новыми чемпионами. Ну и чё ждём? Прям вот сейчас, милости прошу, идти сугубо по моей ссылке под роликом, дабы скачать столь прекрасную игру. Так ты получишь 100 тысяч серебряных монет, 50 рубинов, запас энергии, а также чикипаушного чемпиона-законницу в качестве бонуса. Поторопись, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Удачи и жду тебя в рейде! Первое, что мы для себя понимаем, в деревне скоро свадьба, но отношения у замужних совсем сложные. Юлиан неровно дышит к Алине, Селина неровно дышит к Юлиану, Алина хочет получить золото Юлиана, но зато неровно дышит к Адаму. Какие же вы, взрослые, глупые. Это точно. Второе, это то, что тот город, что мы видели, подводный, и там живут рыболюди. С одним из них мы сейчас, кстати, поздороваемся. А я Геральт. Приятно познакомиться. От данного килькоголового мы узнаём много интересного. Местные конфликтуют с рыболюдами, и даже наняли некого ведьмака, который уже, кстати, поубивал многих ладнокровных. Вау. Ещё один ведьмак? Это интересно. А ещё ловим чисто шпротный рофл. Как будет ведьмак на вашем языке? Ведьмалол буул. Вьедмалол? Вьедмалол буул. Бул должно быть. Если нет буул, означать... Идиот. Мдааа. Эти тихие земли полны на сюрпризы. Например, на берегу мы можем найти очередную голую нимфу, у которой плавун украл ожерелье. Просто плавун в прошлом был хитрым воришкой, которого из-за жадности на дно утянул солидный куш. Старые привычки так просто не умирают. А ещё неподалёку ныкаются голодные эльфы-террористы. У меня даже нет сил охотиться. Тут есть знакомый фанатам книг персонажей, как, например, Турувель. Приветствую, Геральт. Приветствую, эльфийка. Ты забыл меня? Прошло много времени с тех пор, как мы встретились на краю света. Я потерял память. Я уже хотел было пошутить, мол, её в адаптации от Netflix будет играть афроамериканка, но на деле в эпизоде, где она должна была быть, её не было. А лютик, видимо, разбил свою лютню сам об свою же голову. Эльфийка просит нас лишь об одном. Дай нам хлеба покушать, мы подыхаем, Кешка, подыхаем! Понимаю. А одна из эльфийк так вообще... Не, я даже это никак прокомментировать не могу. Мне не нужна твоя милостыня. Будьте разумны. Вам нужна еда, я хочу помочь. Помочь? Нет. Ты хочешь продемонстрировать превосходство, бросив мне подачку, будто я дикарка. Ты знаешь, что у меня нет денег, и не надо смотреть на меня свысока, человек. Я ни на кого не смотрю свысока. Я не раз был голоден, и случалось, что помогали мне люди, от которых я никак не ожидал помощи. Мне не нужна твоя жалость. Вы, эльфы, никогда не изменитесь. Вы игнорируете очевидное. Голодный оборванец не произведет впечатления своим высокомерием. Он будет попросту смешон. Значит, ты пришел посмеяться над нами. Так, я разозлился. Ты говоришь о злости? Ты? Да я так тебя отделаю. Ты меня навек запомнишь. Ты... Успокойся, все хорошо. К ним мы еще вернемся, а пока что нас ждет встреча с одним из самых неоднозначных персонажей в данной игре, чьи мотивы и натура немного глубже, чем кажется. Со слов рыболюда мы узнаем, что неизвестный ведьмак, нанятый людьми, сейчас чем-то занят в склепе неподалеку. И, о чудо, мы узнаем. Этот самый ведьмак никто иной, как сам Берингар. Хотя вы уже, конечно, не помните, кто это. А заодно от Весемира мы узнаем про некоего ведьмака Берингара, который тоже обучался, но в определенный момент он избрал совершенно другой путь. Он обещал нам сразить зверя, но сбежал, сверкая пятками, как только услышал его вой. У него был недельный запор. После того, как мы убиваем утопцев, я замечаю два обезображенных трупа, которые просто изрезаны мечом ведьмачьим. Мы спрашиваем про это у Васки, и она говорит, что да, тут проходил Берингар, но очень скоро мы нашли его вещи, испачканные в крови из латыши. Плюс на него напали люди Саламандр, и сходи сюда, Берингар, мертв, а его шляхич поели утопцы. Грустная новость, земля тебе зефиркой. Что тебе нужно, ведьмак? Я довольно долго искал тебя, Берингар. У меня есть к тебе вопросы. Слово за слово, и понимаем пару вещей. Во-первых, Берингар урод какой-то, но не внешне, а душой. Тут сейчас будет вихт и несколько брукс. Справишься с ними? Я уже не ребенок. Ха-ха-ха, ну давай, играй в крутого парня. Как говорит этот старый пердун-весемир, подеремся, увидим. А во-вторых, он в этих склепах ищет следы легендарных доспехов ворона. Тут, конечно, мы находим только кусок, но мне на счастье, он достается Геральту, а не хмырю этому. Давай поговорим. Заставишь меня? Не собирался этого делать. Я думал, что поскольку мы оба ведьмаки, мы сможем прийти к какому-то решению? Как по мне, так вы все ничем не лучше негодяя-профессора. Ты просто больший лицемер. Молодой, бля, не колись, держись до последнего. С ним мы продолжим диалог уже около костра. Он рассказывает нам в сильно зацензуренном формате историю сотрудничества с ламандрами, в которую, конечно, верится слабо. Ладно, история проста. Я никогда не был героем. Они нашли меня некоторое время назад, и тогда профессор сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться. Ты знаешь, помогай нам, или мы тебе скормим твои же яйца. Я сделал то, что пришлось сделать. Я бежал при первой же возможности. Они от меня ничего не получили, я никого не продал. И вот я пришел сюда. Вот чувствуется, где-то недоговаривает слэш пи***ит. А еще подробнее узнаем про доспехи Ворона, которые, как вы можете догадаться, мы рано или поздно тоже будем искать. Звали его Ворон. Он был связан с какими-то гномскими изобретателями, которые посрамили технические знания краснолюдов. В своих тайных мастерских под горой Карбон они создали доспехи, легкие и прочные, просто идеальные для ведьмака. Кстанаш Пострел также умудряется отжать у этого челика контракт про вражду местных и рыболюдов. Внезапный стонкс для нас. Я просто презираю таких людей, как ты. Ладно, от этого токсика мы пока что ничего больше не вытянем, а значит двигаемся дальше. Пора уже познакомиться с селянскими. Геральт! Лютик. Лютик. Да, этот челик тоже тут, а именно его сюда перенесла Трис. Он по-бырому говорит, что Ада нас сильно хочет убить, в деревне скоро свадьба, а у невесты на попечении Альвин, а затем убегает бухать. Мда, я уже предчувствую приколы. На самом деле эта местность прекрасна. Приятная сельская атмосфера, солнышко. После тех ужасов, что мы видели ранее, это просто мед. Всего у нас сейчас есть две точки интереса. Это таверна и сама деревня. В таверне мы видим приятный сельский контингент и будущего жениха. Приветствую, ведьмак. Много хорошего я слышал о людях твоей профессии. Удивительно. Обычно ко мне относятся как к прокаженному. Юлиан замечательный человек, без рофлов говорю. Он не является типичным персонажем говнюком, который сейчас такой добрый, а потом вскрывается его сущность. Этим и прекрасна данная глава. Она из постмодернистского жестокого говна с примесью гнили превратилась в приятное фэнтези. На этом сюрпризы не кончаются. Я решил пополнить свои алхимические запасы и совершенно неожиданно для себя обнаружил на посту травницы Абигайл. Что привело тебя сюда? Не могу поверить, что ты по мне соскучился. Из чумного колхоза в прекрасный Башкортостан. Вот свезло так свезло. Следом знакомимся уже с самой деревней, которая также цветет и пахнет. У них даже у коровы есть своя собственная танцовщица. Я решаю познакомиться с невестой, опекающей внезапно сюда телепортнувшегося Альвина. Здравствуй. Приветствую. Я Геральт. Ведьмак. Это Алина по натуре своей тупая неразумная дама. К тому же она ходит налево с неким чмом Адамом. Адам кстати по натуре чмо. У Алины кстати есть сестра которая завидует что ее сестра мутит с Юлианом из-за денег хотя она этого не заслуживает так как она неразумная дама ходящая налево с чмом. Да лишние доказательства того что это больше не колхозная темная фэнтези а скорее сельская глуповатая чмонтези. Но я ни в коем случае не ругаю игру. Все это не минус а даже плюс. Мне нравится. Пора поболтать с Альвином. Привет Геральт. В двух словах Альвину норм. Но он очень сильно скучал по Германту и Шане. Я скучал. Ага. Вот мы и познакомились с деревней. Теперь пора плавно переходить к тому моменту когда тут все пойдет по одному грустному месту. На выходе мы так и знакомимся с чмом. Приветствую тебя господин. Меня зовут Адам. Он говорит что по натуре поэт но на самом деле он чмо. Ты любишь Алину но ведь она выходит замуж. Настаянная связь никому об этом не говори а брак настоящей любви не помеха. Следом мы видим как Селина о чем-то болтает с Юлианом а затем рассказывает нам что тот подарил курице Алине кольцо с бриллиантом и говорит если у тебя есть кольцо лучше то я тебе отдамся прям в поле на камне ёб твою мать. В таверне Лютик сообщает нам Трис дала ему двемеритовое ожерелье которое должно подавить силы Альвина. Правда он совсем забыл нам его отдать. Лютик ты хоть что-нибудь способен сделать как следует нельзя тебе дать простейшее задание. На десерт он передает нам письмо от Шани от которого у Геральта случается заворот яичка. Раз уж зашла тема за личную жизнь Геральта то стоит сказать что в данной главе он достаточно много думает и рассуждает за счет своей жизни в плане отношений. Мы выходим ночью что поохотится и внезапно спасаем Альвина от пожилых советских бабушек. Ты спас меня? Я ужасно испугался. Чему ты играешь у реки? Я нашел раненую собачку. Шани сказала что мы должны помогать тем кто попал в беду. После этого у алкоголика случается очередной заворот яичка. Что мне тогда в голову пришло? Пушишки может будем жить вместе? По крайней мере ехать предложение не сделал. Шани заслуживает нормального мужа который будет о ней заботиться а не бродить по свету рискуя головой за гроши. Я не имею права ставить ее и Альвина в такое положение. Я ведьмак. Хотя временами я жалею и тоскую. Вот так. Вот так. Живут алкоголик и медичка. Кста мы еще умудряемся периодически учить мелкого жизни уму-разуму и кста у данных травоучения будут неочевидные последствия но о них потом. Геральт мне приснилось что я ведьмак я дрался с этим страшным чудовищем и совсем его не боялся. Разве ты не хочешь стать рыцарем? Они тоже храбрые и они носят отличные доспехи. Рыцари тоже ничего. Я знаю я стану рыцарем ведьмаком. Да Геральт ты супер! А теперь вернемся к Берингару потому что раз уж мы с вами поболтали за Альвина то теперь за малого надо поговорить и с токсичным булдыгой. У меня такое чувство что ты мне не все рассказал. Какой проницательный еще кое-что Саламандром нужен Альвин не знаю зачем он им но он для них важен они послали меня сюда чтобы найти его но я не собираюсь этого делать как только я заработаю несколько аренов я отсюда отчалю и ты ничего больше не знаешь о нападении на Каэр Морхен и об украденных формулах Ничегошеньки Вот у вас бывает такое чувство что человек вам как бы что-то рассказал но при этом где-то напи... Ладно пора уже вернуться к траблам селянских а то все о себе да о себе Мы можем приняться за решение конфликта людей и рыб но сначала давайте лучше по сайт-квестам атмосферным Ведьмак может чем-то тебе помочь У меня есть проблема которую я не могу решить В полях мы можем найти некого деда-отшельника Чилищего но страдающего от наплыва призраков дикого гона По ночам на круг чудесный приманивается дикий гон чтоб почилить и рекрутов мертвецких себе понабрать Мы этих негодяев недолюбливаем а поэтому рубим призраков на куски и изгоняем прочь главнежить За это дед нам может дать Извините может дать несколько вариантов награды Особенно тут важен венок но пофиг на него я хочу свою собственную жилплощадь Я хочу получить свой домик Он твой Вот ключ от дверей Ребзя У меня теперь свой домик в деревне есть Оу, еее Отныне Геральт колхозник деревенский Альвин, вставай со своего компуктера Поехали в темноводье картоху копать Нееееет Четвертая глава мне нравится все больше и больше Следующий квест не менее атмосферный А самое главное уморительный Геральт натыкается на горе каменщиков Четно пытающихся достроить мост Этот мост то и дело ломают домовые Просто потому что они вредные микрочелики Они наверняка считают мост Своей территорией И они очень мстительные Подробнее про эту ситуацию Нам может поведать Абигайл И тут тоже не обошлось без потехи Верни им их сокровища Другое племя домовых живет в полях Эти злобные коротышки Выкрали у наших домовых Их великое сокровище Кошачье упряжь Люди ездят на конях А домовые седлают кошек Склеп где обитает другой клан домовых Также находится в полях В этом жутком месте мы кстати Можем убить очередного необычного монстра И получить за него награду У местного староста деревни Сами тавр из гробницы Ладно не надо показывать доказательства Вот 800 аренов Упряж мы с легкостью забираем А в награду от домовых мы получаем клевер Благодаря ему Каменщику никто не будет более докучать Я перед тобой в долгу А может быть я даже Успею закончить мост До первого снега Какой же мы все таки молодец Вот теперь уже точно идем решать Мейн квест селянских Я взял работу Берингара на себя Расскажи мне подробнее Что здесь происходит Всего есть две стороны конфликта Это рыболюди с рыболюдом во главе И простые человеки с Юлианом во главе Суть конфликта такова Рыбные поклоняются владычице озера Однако некоторые решили послать ее на три буквы И тут внимание Перешли на сторону Дагона И все бы ничего Но последователи Дагона Убивают людей А люди не особо различают под виды этих челиков И поэтому уверены Что в принципе негодяи все Поэтому самое главное для нас Это убить Дагона Да У решения данного конфликта Есть три пути Либо мы послушаем Юлиана И убьем жреца Либо мы послушаем жреца И убьем их призовую корову Чтобы призвать Дагона Либо же обратимся с этой проблемой Напрямую к владычице озера Кто не знает Это такая местная богиня озер История которой типа отсылает К легендам про короля Артура Но кого это волнует Чтобы к ней добраться Мы должны поболтать с королем рыбаком Который знаменит тем Что рыбачит У меня трудности с договором Между людьми и водяными Ага Думаешь владычица озера Сможет помочь? Мммм Можно я возьму твою лодку? Ага Пусть мама услышит Пусть мама придет О, а вот и она Ну, в смысле Дивная голая нимф Приветствую, Геральт Прошу прощения Не припоминаю твое имя Ты его и не знаешь Зато я знаю тебя Персонаж она, конечно, прикольный Но там люди ждут Она предлагает нам взять С Юлиана и жреца По одной важной вещи А именно браслет И статуэтка там Красивая За это она поможет нам Пойти по пути нейтралитета И убить догона Вроде все просто Да? Нет Собирая дань с этих додиков Мы узнаем от Юлиана Что Алина Пошла в поле Да пропала Я с ума схожу От беспокойства Геральт Помоги мне Мы приходим В страну солнца И пшеницы А там Короче, Алина померла И стала полуденицей Вот тебе Блин И мирные села Я собрала в платок Прекрасную сочную малину Для своего возлюбленного Ты не видел мой платок Странник Я его потеряла Хм Я скоро выйду замуж Но мне нужно В последний раз Повидаться с возлюбленным Он огорчится Если я не принесу ему малину Почему мне так холодно? Потому что ты мертва, Алина Лжас! Я в тот кругу тебе глаза! Но Прощай, чмонтези Привет, темная Ублюдочная фэнтези Но на этом Феерическое шоу Не заканчивается На сестру Алины Селину Нападает поехавший Адам По кличке Чмо С криками Ты убила Алиночку За это я отрежу Твою письку Я не хотела А затем убивает ее Насмерть А затем сестра Становится полуночницей Короче, пошли уси Нахуй с таким приключением От самого же Адама Мы узнаем, что Убийство произошло случайно Мол, Селина толкнула Алину Та затылком Поцеловала камень И померла Но хоть убийство и было случайным Адам как был чмом Так им и остался Несчастный случай Селина сказала мне Что-то на меня нашло И Селина завидовала Алине Она ревновала ее К Юлиану И к его богатству Она заслужила кару Придется теперь решать Эту проблему А потом уже Бить рыло догоном Мы обо всем этом И Адаме Рассказываем Юлиану Тот знатно так ловит Ахичей Но просит по-братски Решить эту проблему С этой траблой Нам поможет Абигайл Она рассказывает Что Алина Была чисто сапог для письки Но по счастливой случайности У нее было магическое Зеркало Нихолены Ей досталось Редкое и могучее Зеркало Нихолены Которое когда-то Служило пророком И оракулом Так как оно Хоть и заумно Но безошибочно Предсказывало будущее Алина часто Обращалась к зеркалу С вопросом Я ли на свете Всех милее Однако на данный момент Зеркало разбито И если мы соберем Все осколки зеркала И восстановим его То глядишь Это поможет Полуденец поверить Что она копыт откинула Мы собираем осколки Попутно убивая 150 оттенков Алины А затем просим Эльфского ремесленника Починить нам это зеркало Однако это не особо Помогает Галине Алина Посмотри в зеркало Алина? Посмотри внимательно Я Алина Теперь я помню Мне нужно спешить У меня скоро свадьба Алина Ты мертва Почему ты так говоришь Ведьмак? Я отлично себя чувствую Только немного холодно Странно Здесь жарко Как в аду Мне надо найти корзинку Мне надо собрать Малину Для возлюбленного Мы идем На кардинальные меры А именно идем к шлютику Не знаю как помочь Духу Алины Упокоиться с миром Может она должна Встретиться с сестрой? Есть одна проблема Селина полуночница И появляется только ночью Селина Знакомые глаза Лица черты Неплохо Говорят магия И искусство тесно связаны Попробуем удержать Алину поэзией До тех пор Пока не появится Ее сестра Два дебила Эта сила срабатывает И те решают Что Барт Может исполнить Полуденице песню Дабы задержать ее На земле грешной До появления Полуночницы И алкашей дуэтом Горланя для призрака Новомодный шлягер Ты подохла Воу Воу Вы не поверите Но это реально срабатывает Хватит 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 Селина Убила меня Моя душа Не обретет покоя Пока моя смерть Не будет Отмщена Мы спасаем Полуденицу И могли бы спасти Полуночницу С помощью венка Отшельника Но я выбрал Жилплощадь Пошла сама знаешь куда Лярр Шитоглазая Ты ненавидишь меня Как и все остальные Горе Мне горе Все Наконец-то Можем идти Бить рожу догону Владычица лужи Дает нам Свою каплю крови Мол этого будет достаточно Чтобы вызвать Набой догона О, что уже? Как и любой божок Он черпает силу Из своих последователей Так что Чтобы его убить Надо бить Не его И даже на харде Это проходится Очень и очень просто Та-дам Дагон сдох Владычица благодарна нам И за это посвящает нас В рыцаре А нам дает меч Орандит Который вы Потом найдете А, нет Ну это уже спойлер Я ничего говорить не буду Тут же мы наконец-то Раз и навсегда Решаем конфликт С Берингаром Тот приходит И как на духу С токсичностью в голосе Высказывает все как есть Я рассказал главному Как найти Каэр Морхен А потом я помог им В их исследованиях Я охотился на зверя Из предместия Когда они схватили меня Я спасся И потом работал С Калькштейном Чтобы пробраться В башню на болоте К сожалению Они нашли меня И во второй раз Были уже совсем Невежливы Чтобы спасти Свою шкуру Я согласился Найти для них Альвина Зачем ты мне Это рассказываешь Я хотел тебе В лицо сказать Увидеть этот Знаменитый Ледяной блеск Тут по идее Мы должны дать Этому обиженки По зубам Берингар Мне если честно Пу** То есть Ты понимаешь Ты не обвиняешь Меня Я не могу Одобрить твой выбор Но я понимаю После этого Он дает нам письмо В котором в подробностях Рассказывает про Саламандр А сам с чистой душой Покидает нас Но и это Еще совсем не конец Четвертой главы Приплываем И нас встречает Некая белая Райла Она кста Тоже персонаж Из книги Но не суть Геральт из Ривии Я слышала Что ты умер Извини Но я не помню Твоего имени Белая Райла Орден вечного огня Пришел сюда Чтобы изничтожить Эльфов Которые сейчас Взяли в плен селян Геральт же Сейчас разрывается Между тем Чтоб помочь Эльфам Или же ордену Масло в огонь Еще подливает лютик Говоря что У эльфов В заложниках Альвин Ну просто прекрасно Приходим в деревню И застаем Хлебнувшего говна От жизни ребятишку И эльфов Пофиг на эти конфликты И решив Не принимать Чью-либо сторону Мы окончательно Перешли на Линию нейтралитета Отныне Если мы встретим Яевина Или Зигфрида Они будут считать Нас врагом И оно неудивительно Ведь внезапно Нападают рыцари Случается резня Альвин Нет Альвин Пугается И телепортируется А я со злости Вырезаю обе стороны Теперь можно И домой поплыть Плохо дело Очень плохо Что произошло Альвин открыл портал И исчез Он может быть Где угодно Возвращаемся в Вызиму Может быть Трис что-то знает Что ж Вызима Так Вызима Вызима Мы берем за подмышку Лютика И плавно уходим в Скоро будем в Вызиме Хм Чувствуешь запах Да Дым Что-то горит Тяжелый и душный Как будто деревня горит Черт Смотри А обо всем этом Вы узнаете в следующем ролике Дорогие мои друзья Большое спасибо Что посмотрели данный видеоролик Теперь я не брошу сериал про ведьмака И доделаю его до конца Ну я имею ввиду про первую часть А вы же можете в благодарность Поставить этому ролику лайк Чтобы он выскакивал Где надо До скорых встреч Мои дорогие друзья Вас когда-нибудь трогали снизу